Вы слушаете разбор по книге Откровения Церкви Брукхейвен и в Ангельской Баптистской Церкви. Часть 50. Брат Андрей, прочитай, пожалуйста, нам 15 главу. И увидел я иное знамение на небе, великое и чудное, семь ангелов, имеющих семь последних язв, которыми оканчивалась ярость Божия. И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем, и победившие зверя и образ его, и начертание его, и число имени его стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии. И поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, говоря, «Великие и чудны дела Твои, Господи, Божий Вседержитель, праведны и истинны пути Твои, Царь Святых. Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего, ибо Ты един, свят, все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои». И после сего я взглянул и вот, отверся храм скини и свидетельства на небе, и вышли из храма семь ангелов, имеющие семь язв, облеченные в чистую и светлую льняную одежду и опоясанные по персям золотыми поясами. «И одно из четырех животных дало семи ангелам семь золотых чаш, наполненных гневом Бога, живущего во веки веков. И наполнился храм дымом от славы Божьей и от силы Его. И никто не мог войти в храм, доколе не окончили семь язв семи ангелов». Аминь. Аминь. Друзья, опять-таки, очень удивительная глава. Это самая короткая глава в Откровении. Всего восемь стишков. И это своего рода как вступление к шестнадцатой главе, где вот эти семь час гнева Божия изливается на землю. И мы видим здесь то, что вот он говорит, «увидел я как знамение, да, иное знамение». Конечно, это другое знамение, чем как мы видели перед этим, да, но здесь он говорит «великое, чудное, из-за тех семь ангелов, имеющих семь последних язв». Я хотел, друзья, обратить немножко внимание сейчас на как бы на саму структуру главы. Помимо вот первого стиха, где нам говорится, что он увидел это знамение, эта глава, она из двух частей состоит. Второй, третий, четвертый стих – это как бы одна песть или прославление Господа. И потом с пятого по восьмой стих – это второе как бы прославление Бога или празднование, да, или восхваление Бога. Слава Богу, хвала Богу. То есть два вот таких, как восхваление или прославление, да. И мы их немножко рассмотрим, да. Но я хотел обратить наше внимание вот на что, друзья. Когда мы с вами смотрели Откровение, шестую главу, да, то мы вот немножко уже упомянули, то мы видели этих шесть печатей. И, как я уже говорил, седьмая печать, когда вот мы заканчиваем, давайте я, чтобы не быть голословным, опять вернусь, чтобы нам немножко вспомнить об этом. И мы читаем восьмую главу. «И когда он снял седьмую печать, сделалось безмолвие на небе как бы на полчаса. И я видел семь ангелов, которые стояли пред Богом, и дано им семь трупов». То есть седьмая печать, что это такое? Это семь трупов. В седьмой печати, да, в себя седьмая печать, мы не видим, нигде вы не найдете в Откровении, чтобы седьмая, если мы с вами видим шестой, когда мы видим шестую главу, да, то здесь мы видим, что когда он снял первую печать, вот конь белый, когда он снял вторую печать, другой конь рыжий, потом третий конь, потом мы видим четвертую печать, когда он снял, он говорит, вышел конь бледный, и вот имя ему смерть, ад следовал. Когда он снял пятую печать, мы видим под жертвенником души убиенных за свидетельство и за Слово Божие, они вопиют перед Богом, доколе ты не судишь, и так дальше. Потом, когда он снял шестую печать, произошло великое землетрясение, солнце стало мрачное, и так дальше. Что произошло с седьмой печатью, когда снята седьмая печать? И нам удается, когда снята седьмая печать, он видит как бы безмолвие, и видит как бы пауза своего рода какая-то, как бы на полчаса, и видит он, что стоят ангелы, у них семь труп, и мы видим опять-таки, что происходит нечто удивительное перед тем, как начали трубить эти ангелы. Мы видим, происходит что-то очень важное на небе. Мы читаем с третьего стиха. «Пришел иной ангел и стал преджертвенником, держа золотую кадильницу. И дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который пред престолом. И вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки ангела пред Бога. И взял ангел кадильницу, наполнил ее огнем жертвенника, поверк на землю. Произошли голоса, громы, молнии, землетрясения, и семь ангелов, имеющие семь труп, приготовились трубить. Первый ангел вострубил, второй и пошло дальше». Между печатями и трубами, да, после шестой печати. Пауза. Но мы с вами видим нечто очень важное происходит. на небе мы видим храм, мы видим жертвенник, и мы видим, там приносятся молитвы святых. Теперь посмотрите, опять-таки тоже очень удивительно, когда мы с вами кончаем трубы. Мы в девятой главе читаем «Шестой ангел вострубил». Мы видим, что освобождены были четыре ангела, связанные при Великой реке Ефраты, и мы видим, что они собирают войска, да, мы об этом рассуждали, не будем сейчас ворачиваться к этому. Но посмотрите, 10 глава, 7 стих. «В те дни, когда возгласит седьмой ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия, как он благовествовал рабам своим пророкам». Седьмой ангел нам говорит о том, что произойдет. Помните, мы читаем Коринфян, да, что при последней трубе, при гласе архангела, происходит именно то, что мы говорим, что Господь пожинает, да. Посмотрите 11 главу, следующую главу мы читаем с 15-го седьмого. «Седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие, «Царство мира соделалось с царством Господа нашего и Христа его, и будет царствовать во веки веков». 24 старца, сидящие перед Богом на престолах своих, пали на лица свои, поклонились Богу, говоря, «Благодарим Тебя, Господи Божий, Вседержитель, который есть и был, и грядешь, что Ты принял силу Твою великую и воцарился». И смотрите 18 стих. «И рассверепели язычники, и пришел гнев Твой, и время судить мертвых, и дать возмездие рабам Твоим, пророкам и святым, и боящихся имени Твоего малым и великим, и погубить губивших землю. И отверстия храма Божий на небе, явился ковчег заветовый в храме, и произошли молнии, голоса, громы, землетрясения» и так дальше. Нам показывается события, которые произошли при седьмой трубе, когда вострубил седьмой ангел, но показаны как расширенные события, да? И что же происходит? И вот посмотрите, мы с вами приходим к 15 главе, и мы здесь с вами видим, что вот это как раз и начинает происходить. Но на что я хотел обратить ваше внимание, опять-таки, друзья, как мы с вами видели то, что произошло в восьмой главе, да, что перед тем, как начали трубить ангелы, мы видим жертвенник, мы видим кадильницы, мы видим молитвы святых, перед тем, как начали изливаться семь чаш гнева. Посмотрите, мы видим, как бы стеклянное море, смешанное с огнем, и победившие зверя, и образ, и начертание его, число имени его стоят на этом море, они держат гусли Божии, они поют письма Исея, раба Божия, великие чудные дела твои, пись ангца поют, да? И после всего пятый стих я взглянул, и вот отверстия храм Скини, свидетельство на небесах, и вышли из храма семь ангелов, имеющие семь яз, облеченные в чистую и светлую одежду, да? И один из четырех животных дал семи ангелам семь золотых чаш. Что это за семь золотых чаш? Мы, смотрите, опять единственное место, где мы находим пятая глава, мы читаем восьмой стих, когда он взял книгу, тогда четыре животных и два-четыре старца пали при гданцам, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фемиама, которые суть молитвы святых. О чем я хочу вам просто показать, или на что обратить внимание, друзья? Перед тем, как начинается новая, если так можно выразиться, серия действия Божия, излияния гнева Божия на землю, да? Мы видим, на небе происходит событие, невидимое для людей, когда каким-то образом восходит или поднимается, или приводится вот эта молитва святых, когда вот эта или кадильница с фемиамом, или чаши золотые, наполненные молитвами святых, и это молитвы. Мы с вами только что прочитали, я не буду ворачиваться, да? Когда они взывают Господу, и они говорят, да коли ты не мстишь за кровь нашу, да? Да коли ты праведный Божий, ты справедливый, ты судья, да коли, да? И вот мы с вами видим, то есть перед каждой из этих серий, да, мы с вами видим удивительную картину, когда перед Богом приносятся или восстают, возносятся все вот эти молитвы, молитвы святых, которые находятся уже перед Господом. Вот это очень удивительная деталь, друзья. Мы ее, как видали там перед трубами, точно так же мы видим и здесь. Первый стих. «Увидел я иное знамение на небе, великое и чудное, семь ангелов, имеющие семь последних язв, которыми оканчивалась ярость Божия». Какие у нас мысли или вопросы, пожалуйста? Я, друзья, знаете, просто хотел обратить наше внимание на пару таких моментов. Вот это слово сочетание «великое и чудное», да, мы практически видим только два раза в Библии и именно в этой главе, в 15 главе. Он говорит, «И видел вот это вот знамение, великое и чудное». И в третьем стихе этой же главы поют письма Иоаннца, говоря, «Великие и чудные дела твои». Вот это словосочетание или выражение «великие и чудные», да, это единственное употребление в Библии, где мы только находим, да. Это что-то очень возвышенное, очень могучее такое, да, как вот по-другому сказать чудное, великое, да, о чем говорится здесь. Еще на одну деталь тоже хотел обратить наше внимание на то, что вот здесь стоит слово, над которыми оканчивалось, значит, с последних семь язв, которыми оканчивалась ярость Божия. «Слово оканчивалось», что оно обозначает? Или это выражение времени, или это выражение достижения цели. «Я кончил работу», да, или «закончился день», да, мы понимаем, есть определение времени, или есть определение о том, что достиг цели, выполнил, закончилось. О чем тут речь идет? Брат Виктор Андреевич говорит «и то, и другое». Но вообще-то, друзья, я понимаю, что и то, и другое в какой-то мере, да, но что удивительно, когда в греческом смотришь, то вот слово «конец» как раз-таки значение того, что мы называем «конец», в греческом есть два слова. И вот здесь слово «употреблено», которое говорится о завершении работы, достижении цели, выполненной задачи, если так можно выразиться. Конкретно говорится здесь. Здесь уже все. Если мы до этого видим, что Господь так наказывал, так как-то еще все, да, это уже, вот здесь уже заканчивается, он выполнит, достигнет своего, это все увидят на этом точке. Вот о чем тут идет речь. Конечный итог, да. Как выполненная задача, поставленная целью какой-то. Да, пожалуйста. Если в предыдущей главе он топтал в Тачиле, пожал виноград, свой гнев, над кем же будет это последнее тогда, последние язвы, над кем они будут? Я понял, да. Поэтому я и говорил, и повторял несколько раз, что 12, 13, 14 главы, это не в хронологическом порядке. Чтобы нам увидеть хронологию, я еще раз повторю, да, мы видим 7 печати, и нам говорится, что начиная с 6 главы практически до 8, хотя 7 немножко объяснение вставка. Потом мы видим 7 труб, и потом после 7 труб мы видим 12, 13, 14 главу, которые нам как бы дополняют или раскрывают еще определенные какие-то детали, события, которые происходят вот на протяжении вот этого где-то времени, или нам показывают их просто с другой стороны, или еще что-то. Но 15 глава мы с вами видим опять-таки продолжение хронологии. То есть то, что мы с вами прочитали последние стихи 14 главы, реально это после 15, 16, это то, что мы будем смотреть в 19 главе, в середине 19 главе. Вот что мы видели в 14 главе. Точно так же, как опять-таки, смотрите, в 14 главе мы видели Павл Вавилон, да, но мы будем о Вавилоне говорить 17, 18 глава, следующие главы. Но как бы они здесь показаны. Между прочим, мы, конечно, когда будем проходить 17, 18 главу, то мы попробуем еще, посмотрим тоже из Ветхого Завета некоторые вещи, мы, я думаю, мы сможем что-то увидеть. Но падение Вавилона, насколько, вот я просматриваю, вот разные пытаюсь найти и все, да, но точного времени практически невозможно установить. Вот именно в развитии вот этих трех с половиной лет, когда идут печати, потом трубы и язвы, где падение Вавилона? Ну, очень трудно найти, очень трудно. Практически так приблизительно можно сделать из некоторых, ну, мы подойдем к 17 главе, будем говорить об этом, да, но чтобы точно определить, понятно, что это к концу, это уже ближе к самому концу, да, но где вот именно, какие дни там или еще что-то, вот, это тоже тело. Но ответ на вопрос, конец 14 главы, это соответствует середине 19 главы, а то, что мы здесь видим, это еще, так будем говорить, еще продолжение разворачивания вот этих событий всех. Еще какие у нас есть, может быть, вопросы по первому стиху? Да, пожалуйста, брат Влад. Я как-то обращусь опять к последним стихам предыдущей главы, то есть 14-й. Как можно сопоставить все пророчества о тысячелетнем царстве вот к этим периодам жатвы, когда Христос придет за церковью и когда ангел сойдет для того, чтобы, получается, принести суд миру? Тысячелетнее царство как входит вот в этот параметр? Почему спрашиваем? Потому что, по идее, тысячелетнее будет покрываться 20-й главой, и оно уже в то время попадает в хронологическую ситуацию, а не в дополнительную какую-то информацию, которая просто раскрывает больше деталей. Получается, где вот будет вот именно вот это тысячелетнее царство по отношению вот этих двух судов, о которых мы говорили ранее? После. После. После второго суда? После того, как потекла кровь, и после этого начинается тысячелетнее царство, и это то, о чем мы читаем и в Ветхом Завете, что после этого будут еще семь лет собирать и жечь, это оружие и так далее, и это все. Хорошо, так далее. Это уже когда царствует Христос. И оставшиеся из живых на земле, это будут те, которые будут приходить в Иерусалим на поклонение, о котором мы читаем, и там и Египет, и другие, и так дальше. И это то, о чем в Новом Завете неоднократно говорит, включая Петра, что мы будем царями и священниками Господу здесь, вот именно здесь. Тогда дополнительный вопрос к этому. Получается, если тысячелетнее царство идет после вот этого вот, получается, суда над всем миром, над всеми неверующими в тот момент, не будут тех, которые останутся, будут все, кто не верит в Господа, тогда... Ну, такого не написано. Ну, тогда получается вопрос, если суд произойдет, тогда, получается, остаются те, кто не попадут на суд? Опять-таки, есть разница судов, да? Есть суд тот, о котором мы будем читать в 20 главе этого Великого Белого Престола по окончании тысячелетнего царства. Вот тогда вот это у меня получается и... Тогда написано, что... Мы в этой же главе читаем. Блажен, имеющий участие в воскресении первом. Но будет второе воскресение. Вот то, что мы с вами здесь будем говорить, читаем, когда первое жатва, да, то это воскресение. Но это воскресение какое? Первое. Это взятие оставшихся в живых и воскресение святых. Потом происходит, что Господь истребляет все собранные, если мы соединяем все эти места с тем, что мы читаем, и Аиля, и Зекииля, Захарию, Даниила и так дальше, то у нас ясная картина, что это все происходит возле Иерусалима и потекла кровь на 230, по-моему, миль, да? То есть... Или на... Около 200 миль, да? То есть это по Израилю. Это то, что мы будем... Что мы читаем и Армагеддон, и долина Иосафата, и к северу, и к югу, и так дальше. То есть это вот то, что мы видим, происходящее в коне 14 главы. После этого оставшиеся, естественно, не все же пришли. И, естественно, там осталось сколько и жены, и так дальше, да? То здесь устанавливается суд. Вернее, здесь устанавливается царствование Иисуса Христа на тысячу лет здесь, на земле. Получается, будет первое воскресенье, как после именно суда, то есть когда потекла кровь, вот эти вот стихи, которые мы читаем. Перед. Где-то рядом. Но первое воскресенье перед этим. Да, ну хорошо. Значит, оно произошло тогда. Тогда, если мы вернемся в 20 главу дальше, И мы читаем о том, что уже во время тысячелетнего царства написано, прочие же из тех умерших, написано, они ожили и царствовали со Христом тысячу лет. И дальше написано в 5 стихе, прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится тысячелетнее царство. И написано, это первое воскресенье. Как ты это понимаешь? Нет, 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 нет. Но первое воскресенье, блажен, имеющий участие в воскресенье первое, над ним... Ты что-то перепутал здесь очень... Ну, я то, что прочитал, то и прочитал. Ну, 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 ну. Давай, еще раз говори, какой стих? 20 глава, 5 стих. Так. Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится тысяча лет. Это первое воскресенье. То есть, прочие из умерших, они не ожили до тысячелетнего царства, а живут только... Давай так, чтобы увидеть немножко раньше, вернее, чтобы раньше было... Вернее, чтобы яснее было понять, если мы уже перешли к 20 главе, то давай прочитаем сначала. Увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на тысячи лет. Низверг его в бездну, заключил его, положил над ним печать, дабы не прелешал уже народы, доколе не окончится тысяча лет. То есть, это все до тысячи лет. После же сего ему должно быть освобожденным на малое время. И увидел я престолы и сидящих на ним, которых дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли на черта, оно начало свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом. Когда? После тысячи лет. Перед тысячу. Ожили и царствовали тысячу лет. Прочих же из умерших не ожили, доколе не окончится тысяча лет. Это есть первое воскресенье. Конкретно и ясно. Перед тысячелетним царством, то, что мы прочитали в 14 главе, это есть первое воскресенье, когда Сын Человеческий совершает жатву. Тогда следующий вопрос, к которому я шел. Получается, если будет первое воскресенье, если уже была жатва, то вопрос тогда получается, если Христос спасает церковь и всех, кто в Него верит в тот момент, до этого, то тогда как это получается, что сатана имеет позже право на некоторое время опять соблазнять тех людей, по идее, там толком-то остались-то только и те, которые могут править, то есть те, которые верят в Бога. Получается, как-то оно те, кто были с Богом, они еще раз подвергаются испытанию того, чтобы они были с Богом или, наоборот, следовали дьяволу. Окей, давайте так. Давайте мы все-таки, я думаю, этот вопрос сегодня оставим, потому что это 20-я глава. Но я просто коротко скажу. Смотри, 7-й стих, дальше мы читаем, да? Ну или давай просто 6-й. Блаженный свят, имеющий участие в воскресенье первое, над ним смерть вторая не имеет власти, они будут священниками Бога и Христа, и будет царство с ним тысячу лет. Когда же окончится тысяча лет? Сатана будет освобожден из темницы своей, и выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли, Гога и Магога, собирать их на брачьих слоях, как песок морской. Вышли на шариту земли, окружили стан святых, город возлюбленный, не спал огонь с неба, от Бога пожрал их, дьявол причаивший, бросен в озеро Огнено, там, где зверил же пророк, и я видел великий белый престол. И тогда мы видим, и я увидел я мертвых, которые воскресли все. Это второе воскресенье, и кто не записан, был в книге жизни, все. Вопрос стоит в том, что кого будет обольщать опять сатана? Не святых, которые воскресли в первом воскресенье. Наоборот, он соберет все народы и окружит город святой и всех святых. Он попытается еще раз сделать войну. Как я уже говорил, не все будут истреблены перед тысячелетним царством, когда Господь будет топтать это точило. Не все. Только те, которые соберутся на вот эту долину. Остальные останутся. Что произойдет? Как эти люди останутся? В каком состоянии? Нам Писание до конца не говорит. Не можем мы на этот вопрос однозначно, конкретно ответить. Однако, мы с вами, читая пророка Исаия, хорошо видим начало книги пророка Исаия не один раз в нескольких главах. Мы видим о том, что во время тысячелетнего царства будут рождаться дети, что малое дитё будет играться возле норы Аспида и так далее. Будут рождаться дети, земля будет населяться, люди умирать не будут, население будет огромное, невидимых масштабов, всем все будет хватать и так дальше. Но это те люди, которые никогда в своей жизни, многие из них, не сделали выбора между дьяволом и Богом. Это так, как Адам и Ева до того, как к ним подошел сатана. И как знать, или человек действительно любит Господа, или просто ему не было дано шанса восстать против него. И в конце тысячелетнего царства будет дана проверка для этих людей. Но это не для святых, совершенно нет. А будет масса людей, будет рождение, Писание говорит о младенцах на земле и так дальше. Всё это будет. Мы всё это видим. Мы, когда подойдём к 20 главе, мы об этом более детально будем говорить и так дальше. Сам смысл, что сатана будет отпущен. Опять-таки, чтобы сделать вот эту проверку. Друзья, мы должны понять одну очень важную вещь. Я думаю, у нас уже время нету, мы не будем двигаться дальше. Но одну очень важную деталь, одну очень важную вещь. И она касается и нас, тех, которые сегодня живём и поклоняемся Богу. И разные теории, и кальвинизм процветают. И если сегодня ты спасён, главное, чтобы ты в голове своей верил, и всё остальное будет нормально и так далее. Вы знаете, друзья, Господу, Господу нужны будут только те, которые действительно по-настоящему любят Его, которые от всего сердца полюбили, поклонились, а не кого Он заставил или ещё что-то. Знаете, друзья, просто подумайте так, я вот очень коротко скажу одну такую мысль. Я, опять-таки, мы не будем сейчас забегать сильно на вперёд 21-22 главу Откровения, но посмотрите в 21 главе Откровения Он говорит, «Пришёл ко мне один из семи ангелов, у которых было семь чаш наполненных семью последними язвами, и сказал мне, «Пойди, я покажу тебе жену, невесту Ангса». И вознёс меня в духе на великую и высокую гору и показал великий город Святой Иерусалим». И потом мы видим, что у него ворота это 12 колен Израилев, 12 патриархов, основания, 12 апостолов и так дальше. Я хочу так сказать, если я сегодня кого-нибудь из вас подведу и скажу, «Иди, я покажу тебе жену мою и покажу вам свой дом, вы удивитесь, скажете, где жена, я могу сказать, она в доме или ещё что-то, да, он говорит, «Иди, я покажу тебе жену». Написано, «Поднял на высокую гору и показал город». И видит написанные имена, и видит разное, разное, и так дальше всё. я просто как мысль скажу, я не в плане того, чтобы настаивать, вы можете по-разному понимать, да, Господь говорит в этой же самой главе, «Показал мне, увидел я новое, творю, говорит, новое». Что Господь творит? Знаете, друзья, есть вещи, когда мы говорим о повиновении Богу, есть вещи, которые практически повинуются Богу безоговорочно. Это практически всё. Книга Ива, мы читаем, подходят молнии, и они говорят, вот мы, мы же так не думаем, да, мы смотрим, молния блеснула, там, всё, да, а он говорит, и он посылает, кого разить, да, снег, град, у него, говорит, собранный на смутное время, конкретно, да, море, сказал, до отсюда дойдёшь и не перейдёшь и так дальше, да. Он, Иона мы читаем, он повелел большому киту поглотить. Практически всё творение, звёзды, всё, всё повинуется Богу. Безоговорочно. Кроме, как мы видим, ангелов и человека. Окей. Но что очень удивительное, Господь творит на протяжении уже почти шести тысяч лет что-то новое. И что Он творит? Он творит весьма удивительные, я не знаю, как назвать, вещь, не вещь, жену, город. Это будет очень красивое что-то. это будет неповторимое. Вот, чтобы немножко сравнить, я вам просто приведу такой пример. Вот смотрите, например, машина, да, я сделал машину, и она мне повинуется, я сел за руль вправо, влево, она повинуется точно, да, но это механическое повиновение. А теперь представьте себе машину, к которой я подхожу и говорю, поехали на собрание. И она в такой радости, ну, конечно, садись, поехали. И она обруливает, едет, и она торопится в собрание, она радуется. Ну, это нереально, мы понимаем. Но именно вот это творит Господь. Он творит себе новое, новый город, жену, которая повинуется ему не механически, не технически, не из страха, не из, а из любви, из желания быть с ним, видеть его, поклоняться, находиться в его присутствии и просто не отводить с него взгляда. Вот что будет. Это будет красота неимоверная. Это будет прозрачная, стеклянная улица, это будет что-то невообразимое. подобного сотворить механическим путем или как-то не мог Господь. Поэтому написано, что Он все сотворил словом, а нас искупил. Как? Отдав себя в жертву. Вот что творит Господь, друзья. Это чудесно. Поэтому это объясняется и вопрос, зачем опять Сатана отпущен будет, да? Господу не нужны. и они не будут там. Люди, которые силой, страхом или каким-то образом оказались там, заволокли туда, заставили. Там этого не будет. Там будут только истинные поклонники Бога, которые кланяются Ему с полной любовью. Те, которые сюда пришли не потому, что им зададут вопрос, а почему тебя не было? Те, которые на спевку ходят не потому, чтобы им галочки поставили или не поставили, которые еще что-то делают не для того, чтобы кто-то увидел или что, а те, которые преисполнены реально внутри поклонению, желанию исполнить волю Божию, послужить Ему и все. Вот это Бог творит. И красивее быть не может. Ну ладно, друзья, на этом все. У нас осталось буквально пару минут. Мы в заключении помолимся. На следующий раз будем со второго стиха идти. Что касается наших объявлений... Разбор проводил Виталий Корчевский. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok